Доходный дом купца Челышова расположен на одной из главных улиц исторического центра Самары на Красноармейской. В этом году зданию исполняется 121 год. Оно было заложено еще в июле 1899 года, а завершилось возведение в 1903. Это симметричное здание, вытянувшееся на целый квартал, но выполнено в русском стиле из красного фигурного кирпича. Дом имеет шесть подъездов с коридорной системой. В марте прошлого года здесь случился сильный пожар. Дом серьезно пострадал. Сейчас идут восстановительные работы. Что уже сделано и что предстоит, обсудили на встрече в администрации города. В совещании приняли участие глава города Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, подрядчик, чиновники, общественники и жители дома. Уже выполнен ремонт межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, входных групп. К осени будет полностью отремонтирована кровля, начат ремонт фасада. Опасений по ремонту крыши сейчас практически нет. Мы на 100% крышевую дадем. Наверное, вовремя дадем. Опасений нет, что сейчас все, что касается с фоном капремонта, я так понимаю, все эти вопросы будут закрыты вовремя. Однако жители попросили скорее начать ремонт внутренних помещений общего пользования, поскольку сейчас в некоторых комнатах жить невозможно. На свещании удалось найти решение. Город будет сейчас объявлять еще один контракт на производство ремонтных работ внутри непосредственно дома, общедомовых территорий. Что касается кровли, то кровля, в ближайшее время работы по ней рассчитываемые также будут уже завершены. И работа по фасаду. Наша задача, с одной стороны, восстановить этот уникальный памятник, один из символов старой Самары, а с другой стороны, конечно же, дать возможности людям нормально, качественно, комфортно жить в своих квартирах. По предварительным расчетам, на ремонт внутренних помещений необходимо 41 миллион рублей. В целом, восстановление исторического здания идет за счет средств фонда капремонта, областного бюджета и муниципальной казны. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов.